Книга «Открытым оком», тема «Святая Библия», 7-й том, вопрос 1955. «При беседах с людьми, не нашего согласия, хорошо бы иметь некоторые заготовки из жизни святых, как мы пользуемся Библией», отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. В нашей книге «Симфония на жития святых» это можно получить мгновенно, но там выражения взяты не буквально, как они написаны в житиях. В этой же книге все выражения взяты в кавычках, точно до буковки взяты из житий. Притча 1.7. Начало мудрости страх Господень. Доброе разумение у всех, вводящихся им, а благоговение к Богу – начало разумения. Глупцы только презирают мудрость и наставления. Екклезиас 12.11. Слова мудрых от иглы, как вбитые гвозди, и составители их от единого пастыря. Вот некоторые выражения, которые вполне помогут любому из верных. Антоний Великий, 17 января. Был и то еще удивительный в преподобном то, что не учившись грамоте, он был мудро и весьма рассудителен. Однажды два языческих философа, елены по происхождению, пришли к Антонию, чтобы испытать, если можно победить его в мудрости. Он был на вершине горы, и когда увидел их, то понял с первого взгляда, кто они, сам встретил пришедших и спросил, через переводчика, «Зачем вы, мудрецы, приняли на себя труд идти издалека к неразумному и хотите спорить с несмысленным?» «Мы считаем тебя неглупым, но, напротив, весьма будрым», — отвечали они. «Но если вы пришли к неразумному», — снова смело обратился к ним святой, — «то труд ваш напрасен. Если же, как говорите, я человек мудрый, то должны следовать тому, кого называете мудрецом, потому что следует подражать мудрым и благочестивым. Если бы я пришел к вам, то мне нужно было бы подражать вам, но так как вы пришли ко мне, как к мудрецу, то будьте же, как я, христианами». Стихотворение Сначала непонятно почему такая красота погибла роща. Поджег ее по своему уму пятиконтроп и человек заочный. Там в озеро спихнули воз навоза, И сдохло-задохнулось чудо-рыба. Зачем и почему загну вопросы Под гильотину красоту на дыбу. И думаю, да так и быть тому, Коль нелюди отродье появилось, Им на несвободу в дьявольский хомут Бельмо кровавое без окоемки синий. Зазравшиеся влезли на столы Передними и задними ногами И в алтарях заблеваны полы Подсвечники стреляют, как наганы. А бог терпел и посылал дожди, Отдаривал щедротами бесчета, И вдруг на шее шимпанзе-вожди, Потомки мазалейского черта. Дирайский сад чадит советский ад, Беснуются каналии, все запились, Не острова, а вся страна гулаг, В разверстую утроба провалилась. И не жалейте, жалость унижает, Таков их лозык поучения в школах, Пускай кричит чудовище рожая, Нет помощи ни в кесаре, ни в слесаре с уколом. По обгорелым стойбищам и рощам Чернеются провалы в братских рвах, Не оживлять, а умиршлять им проще, Мы проворонили варье на воронках. Что им березовая чудная дубрава, Им вордулаком нехрестим отжившим, Страшилище, и нет на них управы, Отбарабанит ядерными шишками. 2003 год, Игнатий Тихонович Лапкин Игнатий Тихонович Лапкин